Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевизионный канал «Ваше общественное телевидение». В эфире программа «Честь имею» и ее ведущий Алексей Краев. Ну, как обычно, мы приглашаем сюда нашу программу различных гостей, различных военных профессий. И сегодня у нас в гостях представитель военной медицины, полковник запаса, подполковник медицинской службы запаса Григорий Элькин. Григорий, добрый день! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Значит, ну, хочу сразу, как говорится, задать тебе один вопрос традиционный, который, в принципе, задаю каждому участнику, чтобы телезрители смогли понять, кто сегодня у нас в гостях, что за человек, что из себя представляет. Расскажи немного о себе, о твоей, в первую очередь, именно военной карьере. Как попал на службу? Где служил? В каких войсках? И, как говорится, ты уже теперь в запасе. Чем и где закончилась твоя военная служба? Спасибо, Алексей, за вопрос. Служба моя началась достаточно традиционно. В 1982 году был призван в ряды вооруженных сил. Военно-морской флот, где два с половиной года провел службу. То есть, на срочную, да? На срочную службу в должности гидроакустика на надводном корабле Черноморского флота. То есть, прошел весь путь от матроса, закончил в звании старшины первой статьи. Оттуда же подал документы и поступил в военно-медицинскую академию имени Сергея Мироновича Кирова в город Санкт-Петербург. С 1984 года по 1990 год проходил обучение. В дальнейшем по распределению был направлен на Северный флот, где проходил в дальнейшую службу в должности начальника медицинской службы атомных подводных лодок Северного флота. В должности, как я уже сказал, начальника медицинской службы. В дальнейшем традиционная для военных врачей карьера. Дальнейшее обучение в адюнктуре военно-медицинской академии. По окончании которой защита кандидатской диссертации. И научная и педагогическая деятельность в стенах родной академии. В должностях преподаватель, старший преподаватель. И завершение службы в должности заместителя начальника кафедры военно-медицинской академии. Уволился в 2010 году по истечению контракта и выслуги. То есть все свое, как говорится, выбрал. В армии долг честно родине отдал. А Северный флот сколько в общей сложности прослужил? Служба на Северном флоте составила 5 лет. Ровно 5 лет. Ровно 5 лет на атомных подводных лодках. В дальних походах приходилось бывать? Дальний поход приходилось бывать. Сколько по продолжению? Две боевых службы. Продолжительность какая самая большая? Продолжительность боевой службы на нынешний день составляет 75 суток. На атомных подводных лодках когда-то было 90 суток. 75 суток. Далеко ходили? Как правило, если Северный флот, это Норвежское море, Средиземное море. В зависимости от тех задач, которые выполняет боевая единица. Меня всегда вызывало восхищение офицерами флота, которые подводники уходили в дальние походы, в плавание. Практически все время под водой? Или приходилось всплывать на поверхности? Или, как правило, все время в подводном положении? Специфика атомного подводного флота состоит в том, что выполнение боевой задачи рассчитано на подводное нахождение корабля. То есть дизельные лодки подводные имеют большую автономность похода до полугода. И там с возможностями, естественно, необходимость всплытия для пополнения запасов воздуха, провизии и так далее. Задача атомной подводной лодки — погрузиться, выполнить задачу и всплыть уже в базе. Тяжело, наверное, в замкнутом пространстве все время такое количество. Вы знаете, дело в том, что, наверное, именно все-таки продуманность флота, продуманность атомного подводного флота, как это вот не парадоксально сказать, наверное, расчет на физиологические особенности людей, именно возрастные. То есть, что такое подводник, так скажем, основная масса подводников, которые заканчивали военно-морские училища, то есть, по сути, это 21-20-го года, и вот они начинали службу. То есть, наверное, еще в таком возрасте не ощущается полнота, так скажем, всей этой ответственности. И ответственность, конечно, она есть, а вот с точки зрения, наверное, каких-то опасностей, связанных с различными условиями, меньше. И, как говорится, экипаж — одна семья, поэтому человек приходит в эту семью, и, так скажем, у него нет другого выхода. Поэтому вот эти все понимания и боязнь подводного флота, которые, к сожалению, бытуют и на сегодняшний день, замкнутое пространство, вода, да, на самом деле это иллюзия, потому что все познается на месте. А это работа, как и любая работа, потому что есть работа подводника, есть работа летчика, есть работа железнодорожника, и, как говорят, на земле, на самом деле, еще опаснее, чем в море и в воздухе. Ну, в принципе, да, в принципе, да, никто не застрахован от каких-то неурядиц. Да, поэтому это нормальная служба, это нормальная мужская профессия со своими плюсами. Минусы, они исключительно могут быть рассматриваться только с точки зрения, может быть, какого-то временного неудобства нахождения где-то в дальних гарнизонах, в дальнем месте. Может быть, действительно, связанная с отрывом от близких, от семьи, дальности переездок и так далее. Но все зато это нивелируется, конечно, той атмосферой, которая существует на флоте. Это взаимопомощь, выручка. И, собственно, любой подводник знает, что самое надежное, что у него остается, это флотские друзья. Ну, это правильно. Я очень часто приходится общаться с офицерами флота. Кто-то в запасе, кто уже действительно, даже приходится иногда присутствовать на их встречах, по-хорошему им завидуешь. Но не потому, что мы по-другому. У нас тоже, как говорится, дружба армейская крепкая. Но я имею в виду, когда видишь, как встречаются все, разговаривают, идут дружелюбно, очень здорово, как братья фактически. А потом я еще, Алексей, хочу сказать, что дело в том, что ведь служба подводника – это профессия. Причем профессия серьезная. И поэтому некогда ему особо задумываться. Замк в этом пространстве, он не замк в этом пространстве. В принципе, да. У каждого расписана своя задача. Все выполняют свои задачи, причем совершенно четкие, известные. Всем это дежурство, вахты и так далее. Поэтому нет времени думать-то особо о каких-то посторонних факторах. Согласен. Ну, вот давай вернемся к твоей основной специальности – это медицина. В медицине какое направление у тебя? Ну, моя профессия – это врач клинической лабораторной диагностики. То есть, то дело, которому я, так скажем, себя посвятил. Хотя в бытность, так скажем, службы на северном флоте, на подводных лодках, конечно, это хирургия. То есть, приходилось и оперировать море. Но в дальнейшем каждый уже выбирает себе более, так скажем, по душе специальность, которая вот мной была выбрана – это клиническая лабораторная диагностика. Вот ты буквально недавно ушел из вооруженных сил, поэтому наверняка еще у тебя свежи впечатления о проводимой ныне реформе. Вот насколько я знаю, сейчас идет такая тенденция, что ряд военных профессий переводят в сугубо гражданские. Повара, начальники складов, ну и другие, не будем перечислять, очень много. Скажи, пожалуйста, в военной медицине это тоже каким-то образом коснулось? Вот ведь, по сути, что гражданский медик, что военный медик у всех, ну, будем говорить, методы лечения, они наверняка одни и те же, я не очень разбираюсь в медицине, но если, как говорится, хирургия, вырезать аппендицит, его вырезаешь так, как гражданский вырезает, и военный медик одинаковый. Вот в чем различие, отличие военного медика от гражданского, и действительно, может быть, всех медиков в армии сделать гражданскими, и пусть, как говорится, армия и государство на этом деле экономит, как сейчас и собирается экономить у нас и на обороне, и на всем на свете. Вот твое мнение по этому поводу, как ты считаешь? Вопрос совершенно понятен, действительно, он очень жизненный. Но на эту тему можно сказать следующее. Дело в том, что, конечно, организм один, и большинство болезней, они, естественно, одинаковые. Не зависят от принадлежности к погонам. Но дело в том, что есть понятие внешних факторов и военных, так скажем, профессиональных заболеваний. То есть, в зависимости от того, в каких условиях находится человек, в каких условиях находится военнослужащий. Вот. Это и понятие, связанное с гиподинамией, то есть, отсутствие возможности, так скажем, нормального движения, нормальной подвижности, потому что все, что связано с подводными лодками, с самолетами и так далее, это все-таки длительное пребывание в состоянии малоподвижного образа жизни. Дальше это различные профессиональные вредности. Профессиональные вредности. Ну, понятно, что радиация, никто ее, так скажем, не отменял. Она существует, несмотря на то, что, конечно, в идеале служба на подводной лодке является безопасной, потому что радиационный фон подводной лодки не превышает фона нормального, например, города Петербурга, Ленинградской области. То есть, эти замеры осуществлялись, даже наоборот, выше получается. Но, тем не менее, все-таки существует и аварийность, тем более, что все-таки военные люди, они на то военные, что, естественно, все это может быть связано с условиями военными, боевыми условиями. Поэтому, конечно, к сожалению, это коснулось реформы с точки зрения уклона перевода этой профессии на гражданские рельсы, коснулось и военной медицины. И это неправильно по той причине, что очень большое, так скажем, время, то, которое отводится на обучение, на подготовку военного врача по классической, так скажем, схеме, оно, естественно, уделено именно с точки зрения дать знания, подготовить специалистов в области именно военной медицины. То есть это и радиационная медицина, это и химическая медицина, потому что воздействие химических различных факторов и так далее. И плюс к тому, ведь задача не только лечить, задача врача это 70% от профилактики заболеваний. Профилактика зависит от того, каким образом подготовлен корабль и экипаж к походу. И очень большое время в традиционной классической схеме подготовки военного врача, то есть те особые дисциплины, которые не преподаются в гражданских вузах, именно и выполняют свои задачи дать знания именно в отрасли, в области управления, в области обеспечения жизнедеятельности, каким образом подготовить подводника к походу с наименьшими возможными затем потерями, так скажем, с точки зрения его здоровья. Второй вопрос, это мероприятие по реабилитации подводников и специалистов других военных профессий. И с точки зрения реформы современной и то, что коснулось именно военно-медицинского образования, достаточно сказать, что ежели в былые годы набор только военно-медицинскую академию составлял порядка 350-400 человек, то есть на все различные факультеты, а военно-медицинская академия, она готовит специалистов в области военных медиков сухопутной медицины, то есть сухопутных войск, извините, пожалуйста, в области авиации и военно-морского флота. Плюс к тому, четыре военно-медицинских института существовало в России, в Томске, в Саратове, в Самаре, в Нижнем Новгороде. Эти вузы уже закрыты, а набор нынешней военно-медицинской академии составляет менее 50 человек. Менее 50 человек, причем из них еще львиная доля — это лиц женского пола. Поэтому, конечно, с точки зрения образования имеется вот эта проблема, и с точки зрения того, что все сокращение вооруженных сил, и в том числе медицинской службы, то есть я не могу сейчас сказать точную цифру, потому что по второй волне сокращение, но то, что это в два-три раза, как минимум, это однозначно. И все звенья от первичного звена до звена уже более высокого госпитального звена сейчас основу составляют гражданский персонал. Далее снижение должностных окладов, должностных тарифов, должностных сеток, такие профессиональные военные слова. Например, начальник госпиталя, штатно-рестная категория, теперь это подполковник. Конечно, большая проблема существует, далее проблема связана... Уровень ответственности не снижается. Уровень ответственности не снижается, а проблема еще существует в том, что, к сожалению, теряется преемственность. Теряется преемственность преподавания, теряется преемственность вообще медицинской службы как таковой. Наметился большой разрыв возрастной. Потому что в первую очередь все сокращения коснулись лиц зрелых, то есть те, которые уже имели большой опыт, жизненный опыт, большой опыт именно медицинского обеспечения в вооруженных силах. Такое слово нехорошее, прослойка уходит, теряется прослойка средняя и получается такой большой разрыв, когда существует молодежь, которая, к сожалению, не владеет теми возможностями, теми навыками, которые традиционно прививала военная медицина с точки зрения образования, с точки зрения обучения, с точки зрения жизни. Ну что ж, да, грустно, конечно, все это слушать, но факт есть факт. Григорий, вот после увольнения из армии продолжил свою деятельность по специальности или где-то в другом статусе себя на гражданке нашел, строил? Ну, после увольнения, в принципе, я остался уверен в своей специальности, в нынешнее время заведую клиникой диагностической лаборатории, то есть работаю исключительно по профессии, плюс преподавательская деятельность. В общем-то, не теряем мы разрыв с академии, да, то есть, естественно, так скажем, те знания, которые сами получали, пытаемся, в общем-то, в полной мере передать тем людям, которых, так скажем, будущее медицины, в чьих руках военная медицина. Ну, и хотелось бы, конечно, пожелать с этой точки зрения молодым людям, чтобы они приходили в академию, учились в академии и поддерживали, конечно, военную медицину. Врач вообще гуманная профессия, военный врач это вдвойне гуманная, но, как флотский врач, это уже и втройне гуманная профессия. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот перед тем, как пригласить тебя на программку, я попытался в интернете найти немножко информации, кто такой Григорий Игоревич Элькин, вот, и нашел единственное, что ты жертва рок-н-ролла. Вот так, полушутка, полусерьезно, но вот расскажи нам немножко об этой стороне своей жизни. Ну, эта сторона жизни связана с творчеством, которое, в общем-то, присуще военным, во-первых, военным медикам. Ну, в общем-то, да, насколько здесь не бывало людей, все чем-то занимаются. Скажем, видимо, особенно, потому что еще, так скажем, в студенческие годы, в курсантские годы, в годы, когда я был слушателем, мы начинали некие творческие замыслы, которые воплощались в создании различных песенных коллективов, вот, различной направленности. Естественно, это и шуточная тематика, это медицинская тематика. Ну, а дальнейшем уже, так сказать, с возрастом, когда уже понимаешь все больше, понимаешь некие непреложные ценности жизни, это уже, конечно, авторство такое более серьезное, более осмысленное. Вот, и одна из, так скажем, направлений, естественно, это, потому что все военные медики, они, по сути, педагоги, потому что, естественно, кому идет моряк, то есть это политработник и доктор, да, потому что он же психолог, он же, так скажем, лекарь человеческой души. Вот, и, естественно, мы стремимся как можно больше задействовать людей, вот, молодых людей, привести их в это творчество, вот, передать им, так скажем, некие традиции военной медицины, а известное большое количество, в общем-то, достаточно известных творческих личностей, которые были связаны с данной профессией. Ну, а понятие нашей группы, как в нынешнем ее звучании, жертвы рок-н-ролла, ну, потому что, естественно, мы люди в основе своей, там, 60-х, начала 70-х годов, все дети рок-н-ролла, хорошего рок-н-ролла, потому что, естественно, это настоящая музыка, вот, поэтому, ну, жертвы, это уже, так скажем, что, в общем-то, юмор с той точки зрения, что никуда не уйти, потому что, ну, оно, как и есть рок-н-ролл, да, с точки зрения того, что он по кругу, по кругу даже в названии, да, он жив, естественно, в душе, вот, хотя, конечно, это все шире, потому что у нас много патриотической тематики, мы проводим различные фестивали, фестивали самодеятельной песни, бардовской песни, вот, несколько лет подряд, к сожалению, в этом году уже не проводили большие концерты в Петербурге, в Театре Эстрады, то есть, такой, заключительный, как мы его называли, с вашим участием, Алексей, да, вот, это большие были концерты, для именно, вот, так скажем, военнослужащих, для членов семей, вот, где, в общем-то, было понятно, что и военные, и военные врачи, в том числе, тоже люди, не лишенные, так скажем, вот, этого желания, желания творить, желания слушать, то есть, все прекрасное нам по душе. Не чуждо, да. Не чуждо. Вот, а так, конечно, мы нынче в этом проекте существуем, причем, что очень хорошо, что это, опять же, преемственность, в чем наблюдается, что это, опять же, военные люди, либо уже, так скажем, те, кто в запасе, плюс есть еще люди действующие, то есть, такое давно уже содружество родилось, творческая, военно-медицинская академия и военно-космическая академия имени Александра Федоровича Можайского, вот, и вот, в таком ключе мы участвуем. Мы участвуем в различных фестивалях, вот, сейчас как раз лето наступило, это, в общем-то, в городе Петербурге, наверное, это одно из самых, в этом плане, благодатных мест, где действительно, вот, есть место для творчества, вот, это различные выезды на фестивали, которые проводятся в области, такие, как Лампушка, известная, вот, Барт Регата, такое наше детище, так скажем, вот, будет в августе месяце, поэтому добро, пожалуйста, пожалуйста, вся информация есть в интернете. Приглашаем. Понятно. И слушать, и участвовать, всегда рады. Спасибо. Григорий, скажи, сам сочиняешь музыку, слова, тексты, или кто-то помогает в этом деле? Ну, так уж повелось уже, да, видимо, что мы начинали, действительно, с точки зрения этот жанр, как жанр самодеятельной песни, то есть, где мы писали стихи, старались писать и музыку, но, конечно, естественно, мы не можем обойтись без традиционного, добротного, да, не боюсь этого слова, действительно, настоящего творчества таких известных бардов, как Юрьевич Висбор, прежде всего. Вот, не так давно проводили специальный концерт, посвященный Висбору, вот, плюс тематика поэзии, русской поэзии, такие мероприятия, например, как недавно проведенный вечер, мы его назвали музыкально-поэтическая, поэтическая композиция по творчеству Маяковского, Галича, Миляева. Вот, конечно, это все должно быть, естественно, и, опять же, человек должен разносторонне развиваться, а для этого, конечно, есть масса созданного уже и не нами, и, в общем-то, так скажем, все это существует, только нужно это использовать. Согласен. То есть, служба армейская и песня — это две, как говорится, неразделимые для тебя, фактически, жизненные... Нам песни строить и жить помогает, а в военной службе она, естественно, еще и вдвойне помогает. Согласен. Все-таки военная профессия — это профессия романтическая. И вот, к сожалению, опять же, этот вопрос, он всегда, естественно, на слуху, тем более теперь у молодежи. То есть, стоит ли идти в армию, зачем идти в армию? Потому что, ну, не секрет, что, к сожалению, нынешнее, так скажем, воспитание, прежде всего, школьное воспитание, потому что для нас все это начиналось, как помните, с урока НВП. Начальной военной подготовки, да. Когда уже молодой человек, он понимал, что это несколько другое, попадает в другие условия. Нам интересно было идти в армию. Нам было интересно. И все-таки эта, так скажем, профессия, она была всегда почетной, она всегда была престижной. И вот та, так скажем, в углову угла, на нынешний день поставленная неправильная, я считаю, позиция, что это, прежде всего, материальная заинтересованность, вот, к чему все, в общем-то, и приводит. Естественно, все это людей отворачивает, так скажем, от службы вооруженных сил. Хотя это неправильно. Спасибо, Григорий. Значит, вот ты сказал по поводу отчетных вот этих концертов ежегодных в Театре Эстраде. Ну, я, насколько помню, они были приурочены к вашему военному туристическому движению. Вот буквально у нас остается несколько минут. В двух словах расскажи, что это за военный туризм, для чего он нужен и какова его нынешняя судьба. Вопрос очень важный, вопрос очень интересный, потому что, на самом деле, для нас это очень болезненно на сегодняшний день. Дело в том, что военный туризм — это особый вид, так скажем, спортивных мероприятий, который раньше входил в систему вообще спорткомитета вооруженных сил. И надо сказать, что уровень был достаточно серьезный, ибо, например, в 89-м году были проведены первые всеармейские, первый чемпионат вооруженных сил по именно военному туризму. И как раз команда Ленинградского военного округа, в составе которой мне посчастливилось участвовать, мы стали чемпионами вооруженных сил. Но, к сожалению, затем это было выведено из юрисдикции, так скажем, военного спорта как такового, и на сегодняшний день это исключительно самодеятельный получается туризм, как общественная организация. Но это очень нужная вещь, потому что достаточно, коротко скажу, потому что осталось мало времени вспомнить годы Великой Отечественной войны, горные войны, а альпинизм, дело в том, что даже был специальный вид вооруженных сил, это горные войска. То есть это именно подготовка людей с точки зрения их выхождения в экстремальных ситуациях, возможности освоения ландшафта всевозможного. Поэтому тут можно говорить очень много, но на сегодняшний день в связи с реорганизацией вооруженных сил, достаточно сказать, что, например, Ленинградский военный округ после того, как был упразднен, соответственно, и отдел по туризму Ленинграда, Ленинградской области, турклуб «Звезда», вот, так скажем, участь эта постигла, того, что на сегодняшний день практически мы не существуем, а существуем для себя, для вас, для других. Ну, так скажем, я думаю, что время придет, и все будет возобновлено, потому что это вещь очень нужная, это патриотическое воспитание, это воспитание силы, духа, спортивная подготовка. Мы оптимисты, верим в светлое, как лица, будущее. — Григорий, ну что, вот время уже практически истекает, два слова нашим телезрителям, пожелания твои, и будем, как говорится, прощаться. — Да, дорогие телезрители, я с вами прощаюсь, хочу пожелать вам прежде всего, конечно, здоровья, благополучия, долгих, так скажем, лет жизни каждой, и прожить все это в радости, на самом деле, чтобы это было здорово, чтобы все мы друг друга могли радовать. Детям вашим всего самого доброго, всего самого лучшего. Спасибо. Гость нашей программы Григорий Элькин, полковник медицинской службы запаса. Я благодарю Грише за интересную беседу, и мы с вами прощаемся, до новых встреч. Честь имею.